Девчонки, расскажите о себе и своих увлечениях. Ну, нам 16 лет, мы из города Атомщиков, города Курчатов, и вот уже 9 лет в своей жизни мы занимаемся танцами, закончили музыкальную школу по классу хореографии с красным дипломом, и вот сейчас танцуем. Также мы занимаемся активно волонтерской деятельностью, входим в состав молодежного клуба, с которым участвуем в централизованных постановках. Ну, и также особое место, стоит отметить, что особое место среди наших увлечений занимает музейная деятельность по истории Великой Отечественной войны. Вы приехали на смену технопарк юных, вы хотите стать учеными? Ну да, мы вообще приехали по направлению журналистики, да, то есть там в технопарке смена работает по пяти направлениям, и вот мы приехали по направлению журналистики, нам это очень нравится. А вообще, да, в будущем мы хотим связать свою, мы любим заниматься химиобиологией, и вот планируем связать свою жизнь в будущем вот с химиобиологией. Да, мы планируем сдавать в 11 классе такие предметы, да, как химиобиология, и в дальнейшем поступить в медицинский вуз, но развивать себя в области науки, в области, да, микробиологии, генной инженерии, нам это интересно очень. Ну, нашим хобби, да, таким является журналистика, нам это интересно. Да, общественная деятельность, молодежная политика, да, является нашим хобби, мы это любим, нам это нравится. Такое. А каких успехов вы уже добились? Для нас сейчас является успехом, что мы здесь на смене, мы выиграли путевку, мы здесь, и это классно, потому что как бы для нашего города попадание в подобный центр детей, ну, это всегда праздник и всегда событие, поэтому вот успех, можно сказать, последний. Ну, а также из последнего мы прошли кастинг на международный проект Nuclea Kids, что в переводе значит «Атомные дети». Этот проект проводится в городах, в спутниках атомных станций, также в городах, которые связаны непосредственно с атомной промышленностью. Дети только самые талантливые, приходят кастинг, и отбираются самые талантливые детки, и дальше там уже мы едем в Петербург, там будем ставить музыку, и потом гастролировать с ним по всей России. Да. Ну, еще из последних успехов, ну, и главные наши достижения, успехи, наверное, принято считать учебу. Да. Ну, учеба, понятно, это всевозможные конкурсы, там, а вот я выиграла областной этап, конкурс такой, есть лидер 21 века, теперь поеду защищать Курскую область в Москву на всероссийском этапе. Вы такие молодцы, столько всего уже сделали в свои 16 лет, а скажите, чего вы еще хотите добиться? Чего мы хотим добиться? Ну, наверное, главное в приоритете во взрослой жизни, это, конечно же, семья, потому что мы вот так воспитаны и считаем, что все идет из семьи. Ну, а для начала это, конечно же, успешно сдать экзамены, поступить в вуз, желаемый в хороший вуз, получить достойное образование, а там уже можно будет задуматься о семье и дальнейшей карьере, потому что, да, как сказала Марина, все начинается с семьи, с поддержки и с опоры. Еще мечтаем приехать в вожатые. Да, ну, это такая вот мечта есть, вообще, мы лагерные дети, поэтому вожатым всегда хотелось, нам всегда попробовать себя в роли вожатых, это очень классно, и это вот прям наши, 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 мы крупки в воде в этом. Расскажите, есть ли люди, на которых вы хотите равняться? Ну, особым нашим примером является наша мамочка. Мама, конечно, мамочка, любимая примером, но также... Мы друг друга мотивируем. Да, да, мы сами друг друга мотивируем. Мы для друг друга самые лучшие мотиваторы, вот почему у нее получилось, а у меня нет. Значит, у меня тоже должно получиться, поэтому мы так друг друга подстегиваем. Да, ну и тоже вот даже, что касается, вот Арина выиграла конкурс, как бы был такой момент, когда надо было выбрать кого-то одного из нас двоих, я уступила. Ну, мы поговорили, да, но пускай едет Арина, я уступила как бы место, и я считаю, что вот, когда сесть в женские отношения, это еще не только вот какая-то любовь там, но это еще и поддержка, и отсутствие какой-то зависти, это дружба, вот такая сесть в бескорыстность, да, и открытость, понимание, взаимопомощь, потому что как мы готовились к этому проекту вместе, засиживались до ночи там над какими-то проектами, над буклетами, изготовка, потому что это был огромный социальный проект, который включал много составляющих. Да, но мы работали в основном вместе. А вот много кто думает, что если бы у меня был близнец, то вот каково было бы это? А расскажите, вам легче все делать вдвоем? Ну, конечно, легче, но многие спрашивают, как это так, вот у тебя брат близнец, это вообще как? Ну, как это вот, я всем отвечаю на этот вопрос так, вот это у вас есть правая рука, вот так же Марина для меня правая рука, не знаю, мы привыкли везде находиться вместе, если я куда-то иду одна, то у меня уже где-то мысленное, я понимаю, где Марина, где она. Не, ну так это легче, если там куда-нибудь надо, потому что множество репетиций, если там куда-нибудь разрываешься, ты знаешь, там Марина сходит забрать костюмы, а ты пока сбегаешь туда, и быстро все успеем. Ну, это, да, это есть свой плюс, но нет такого, что одна делает математику, другая русский язык, потом мы меняемся и списываем друг у друга. Вот это вот в начальной школе актуальный был вопрос. Скажите, вас часто путают? Да, к сожалению, да, хотя мы на самом деле очень разные. Мы просто не замечаем. Близкие друзья, родственники нас даже по голосу различают, а так, да, нас все путают, нас путают все, всегда. А расскажите, вот есть ли какие-то смешные случаи, которые связаны вот с путаницей? Конечно, есть, мне нас вокруг, вокруг нас все время и всегда окружают. Ну, смешной случай, это, например, Аринину фотографии. Например, очень часто мы как бы работаем, не работаем, в школьной газете работаем, также пишем статьи в городскую газету, очень часто подписывают, например, мои статьи Арининым именем, или там наоборот. Или мои фотографии от лица Марины посылают на конкурс. Один раз был, когда я написала исследовательскую работу на конкурс, экологический конкурс, отправили под Марининым именем. Работа в области заняла второе место и пошла грамотно на Марину. Девчонки, смена не первый лагерь, в котором мы побывали. А вот понравилась ли вам смена? Мы безумно довольны, что мы сюда попали, хоть мы приезжаем, у нас там были проблемы с экзаменами, потому что мы приезжаем и сразу сдаем химию на следующий день. Да, мы приезжаем с 25-го вечера, с 26-го у нас первый экзамен химии. Мы 9-й класс, у нас сейчас обязательно... Ну, ничего, нам не страшно, будем в поезде ехать, готовиться. Да, ну, вообще очень довольны, что сюда попали, потому что открылось для нас много возможностей новых, вплоть до того, что нас пригласили в сентябре на президентские игры волонтерами, это очень классно, это прям предел мечтаний нас, наконец-то... Мы себя проявили в журналистике здесь, мы тут вообще, ну, классно, в общем, познакомились. Здорово, да, нам очень нравится. Очень здорово, да. Девчонки, у вас столько увлечений, а можете что-нибудь продемонстрировать? Ну, да, наверное, мы сейчас можем, прочтём свою такую любимую басню, вот, к этому жанру, к жанру слова, так можно, если выразиться, мы пришли только в этом году, и нам очень нравится. Да, мы такие новички здесь. Да, новички, но нам очень нравится. Сергей Михалков, басня «Две подруги». «Красиво ты живёшь, любезная сестрица», — сказала завистью в гостях у крысы-мыш. «На чём ты ешь и спишь, на чём сидишь, куда ни глянешь, всё из-за границы. Ах, душенька, если бы ты знала!» Со вздохом крыса отвечала. «Я вечно что-нибудь ищу, я день-деньской в бегах за заграничным. Всё наше кажется мне серым и обычным, я лишь заморское к себе в нору тащу. Вот волос, он с турецкого дивана, вот лоскуток, он с персидского ковра. А этот нежный пол достали мне вчера. Он африканский, он от пеликана». «А что ж ты ешь?» — спросила крысу-мыш. «Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало». «Ах, душенька!» — и крыса отвечала. «Но тут ты мне ничем не угодишь! Вот разве только хлеб я ем и сало!» «Сало?» «Сало!» «Как?» «Да так!» «Мы знаем, есть ещё семейки, где нашахают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят». Спасибо вам, девчонки! У нас в гостях были Марина и Арина Татаренко. В эфире была «Смена ТВ» студия «Открытый формат». Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!